Всем привет! Всем привет тем, кто следит за моей теплицей. Конечно, никто не следит, но поделюсь таким вот видеоинформацией что случилось с моей теплицей спустя 5 лет. Вот она стоит, но если посмотреть предыдущее видео про теплицу, то там совсем другая крыша. В общем, в прошлом году эта крыша обрушилась, когда была снежная зима, вся эта крыша обрушилась. Все упало в центр, повыбивало стекла. Сейчас я покажу, какую крышу я сделал. И как заделал стекла, какие двери сделал. В общем, поехали! Ну, можно начать с двери, да? Она поближе. Дверь из поликарбоната. Обычная, легенькая. Вот лежат мои старые двери, тяжеленные. Они все намокли. 200 килограмм, 40, наверное. А эта дверка очень простая конструкция. Кстати, вот эти вот рейки использовал от дверей, от таких же. Когда их разбираешь, там очень хорошие, очень прочные, хорошие рейки. Они высушенные, они ровные. В общем, они очень-очень хорошие. Я таких рейк приготовил много. Из них можно сделать все, что угодно. Так, дальше. Что я сделал с крышей? Вот видите, я положил, как их назвать, стропилы, да? Где-то сантиметров через... Померим. Так, 20, 40, через 60 где-то. 60. Вот. Через 60 сантиметров. Вот здесь вот поуже сделал. Почему поуже? Я не помню. Наверное, потому что здесь лифт поликарбоната у меня сходился. Я посчитал нужным, что где поликарбонат будет сходиться, здесь будет не так прочно. Хотя здесь, знаете, вот этот вот поликарбонатный стык, там же специальный H-образный как это, профиль, в который поликарбонат вставляется. И вот здесь получается еще прочнее, чем в обычных местах. Так что, наверное, вот эта вот она ну не лишняя, но можно было ее не делать. В общем, доска здесь у меня 30 на 100 длиной 3 метра. Вот. Они прям впритык у меня получились. Потому что теплица у меня 3 на 6. Здесь вот таких вот рам. Да, вот стекла повыбивало. Вот здесь вот большое стекло. Чем я заделал? К сожалению, сейчас у нас такой период наступил. Кто будет смотреть после этого периода. Короче, коронавирус. И сейчас магазин все закрыты. Купить ничего нельзя. Только если онлайн заказывать. Но это сейчас тоже неудобно. Надо быстрее все делать. Вот у меня остались от ремонта панели. Я их вот так вот застыковал, прикрутил, скотчем заклеил. Получилось очень прочное очень прочное стекло пластиковое. Так, что у нас дальше? Здесь форточка вылетела. Здесь стекла полетели. Здесь те же самые панели. А вот здесь вот у нас я не знаю как это называется. Короче, вставляют ну короче какой-то сэндвич какая-то панель. Вот здесь вот как это назвать-то. Здесь пластик. Внутри пенопласт. Там пластик. Вставляют в пластиковые окна по-моему. Вот вместо стекла. Что-то такое. Я не знаю откуда она у меня штука взялась. Так, вот вторая дверь. Попробуем посмотреть то, что у нас сверху. Сверху вот у нас такая односкатная крыша. Крыша прочная. Я на нее лазил. Прямо вставал на стропила. Исключительно не стропила. Не на сам поликарбонат естественно, а на стропила. Вот здесь вот видите у меня уголок. Вот такой уголок. Он закрыл торец, потому что здесь поликарбоната уже не хватило. Поликарбонат тоже трехметровый. Да? А, нет, шестиметровый шесть на два десять. Вот шестиметровый я разрезал пополам. Получился он трехметровый. Вот. И я брал сколько листов? Три, что ли, листа я брал. Да, один лист пришлось утрезать вот на такие штуки. Короче, три листа у меня, три половинки листа у меня ушли на крышу. Да. И одна половинка листа у меня ушла вот на эти вот торцы. Вот с этой стороны уголком я загнул. И вот с этой стороны я загнул уголком. Потому что из-за того, что стропило, здесь надо покрутить маленько. Здесь получался зазор, вот мне пришлось его закрывать. Потом вырезал всякие уголки, закрывал здесь. Короче, в теплице жарко. Сейчас у нас только-только проставил снег, буквально неделю назад, сейчас жарища. Еще кое-где кстати лежит, вот там в лесу, около леса лежит гор, снега, когда чистили дорогу на мели. И он еще до сих пор лежит, там еще не весь расстоят. на улице где-то плюс 14, плюс 16, но вот сейчас вот работаю. Сейчас очень жарко, особенно в теплице, я все форточки подкрывался, дверью подкрывал. Форточки весь вот заделал. Короче, все подделал, теплица прочная. Единственное, что на зиму я побоялся, что выпадет опять новый снега, и вот в этих местах, где между тропилами играет поликарбонат. Я побоялся, что снега навалит, намерзнет и он продавится здесь. То есть будет впадины здесь, и все продавит. Что я делал? Я брал доски, почти трехметровые, прислонял их сюда, кверху, вдоль, вот так, вдоль прислонял, и поперек прибивал еще коротыши такие, досочки короткие, чтобы здесь была поддержка. И вот на каждую широкую, на каждую широкую я делал вот так вот на зиму, перестраховался. Конечно, что-нибудь придумаю. Вот еще след остался от моей доски, которую я прибивал здесь. Вот он, след длинный, грязный. Делал все уже глубокий осень, когда был мороз, потому что жалко, теплица, не дай бог, вот упадет опять. В этом году вот уже вот такие уголки прикрепил, то есть скрепил, как бы усиление сделал, плюс удобно туда складывать всякие доски ненужные. Сейчас вот скапаю, потом эти доски пойдут сюда. Положу, чтобы земля не отсыпалась, дорожку сделаю. В общем, такая теплица. Чем она хороша, она большая. Здесь никогда практически не бывает ультра-жарко, где плюс 50, как в обычных теплицах с поликарбонатом, где ни одной щелочки, там достаточно не такие большие, достаточно маленькие. Вот сейчас она закрыта, и там видно, что прям вода течет. Вода течет со всех всего поликарбоната, то есть конденсат. Там очень жарко, и летом естественно там постоянно открыто все, и этого не хватает все равно растения там погибают от жары. В этой теплице такого не наблюдал, чтобы растением было здесь очень жарко. Ну да, здесь присутствуют небольшие щели, но возможно это даже глупо, то, что здесь небольшой продувон есть. Вот, иногда это спасает. Конечно, очень ранний-ранний весной, когда еще снег лежит, здесь не посадишь, здесь будет холодно, теплица, в принципе, пока это и не нужно. Эта теплица служит для того, чтобы спасаться от внезапных летних заморозков. Бывает тоже такое, чтобы здесь была всегда комфортная температура. В общем, все рассказал, почти, может, что-то забыл. если вам интересно, задавайте вопрос, спрашивайте, что-бы как. Взвлекаю, сейчас сниму. Вот такая тепличка получилась. 3х6, односкатная, была раньше крыша двускатная. Двускатная, высокая, перекрывали целлофаном, всяким усиленным, армированным. Все это фигня. Это все ненадолго, каждый год его надо менять, потому что он от ветра дырявится. Вот там дальше тоже такая двускатная крыша. Тоже он каждый год снимает, все одевает, все это долго и дорого выходит и по силам, и по цене тоже. Целлофан он тоже денег стоит. Целлофан тонкий не купишь, надо дорогой толстый покупать, чтобы хотя бы даже летом не разорвало. Поэтому берите поликарбонат, закрывайте, короче, делайте, дерзайте, все у вас получится. Всем пока, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, до новых встреч. Еще небольшое видео в продолжении. Вот, сделал такой настил старых досок, все вскопано, теперь удобно ходить и не пачкать в земле. Особенно, когда поливаешь, чтобы вода, которая течет в грядок, не пачкала ноги. Ну, в принципе, так у всех, но у меня только начинается. Мастилы, низ сделан продоленный из старых оконных рам, они очень хорошие, а сверху нарезал старые доски. Ну, теперь стало классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok